До начала конкурса с финалистками работали профессиональные стилисты. Они помогли девушкам создать великолепные образы, научили их некоторым простым приемам по уходу за собой и дали советы по правильному подбору гардероба. Сама идея возникла у победителя из конкурса, всероссийского конкурса «Леди России» и совместно с фондом семьи поддержки материнства и детства в Москве организовать такие благотворительные акции, в том числе и праздничные, на базе школ провести такие небольшие уроки стиля. Поэтому мы решили и воплотили эту идею сегодня. Конкурс красоты и творческих талантов предусматривает несколько этапов. Сначала нужно было подать заявку на участие, затем пройти предварительный конкурсный отбор, на котором жюри, педагоги 16-й школы выбрали семь старшеклассниц. До финала дошли Анастасия Архипова, Екатерина Фоминых, Анна Новикова, Анна Сизаненко, Ульяна Графова, Юлия Бондаренко и Валентина Яковлева. У каждой из них набралась немалая группа поддержки. Я болею за всех. Всем нужна эта победа. Они все очень красивые. Однако участницы поразили всех не только своей красотой, но и талантами. Они показали, что умеют превосходно петь, танцевать, играть на фортепиано, готовить, выступать на сцене, моделировать и шить одежду, говорить на иностранных языках. Одна из девушек прочитала монолог Гамлета на языке оригинала. Для меня он очень важный. Он говорит о выборе человека дальнейшей своей судьбы, умереть или продолжить бороться с тем злом, который его окружает. 16-я школа богата талантливыми учениками. А этот конкурс помог талантам раскрыться еще больше. Школа должна не только давать прочные, крепкие знания, чтобы дети могли поступить в институт и так далее, но школа должна готовить к жизни. Любая девочка, она когда-то станет девушкой, потом женщиной, матерью, женой. Поэтому мы должны подготовить наших детей к тому, чтобы они спокойно выходили в жизнь, чтобы в жизни их ждала только удача. Каждая школьница или каждая девочка, она все-таки чувствует себя всегда принцессой и мечтает быть замеченной и хочет, чтобы ее замечали, видели, любили. Проигравших в этом конкурсе не оказалось. Каждая участница стала победительницей в одной из номинаций, получила подарки и, конечно, корону. Продолжение следует...